Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале самых оперативных обзоров любых новостей, чтобы не прозвучало, всегда есть на канале, ну и соответственно обзоров на все товары в магазине, которые в нем появляются. Итак, ребят, завезли новый наборчик, который сейчас обязательно обсудим, заценим Чифтейна, выкатим его из ангара, Т28HTC выкатим из ангара в следующем видео, я думаю, что больше интереса как раз к Чифтейну, как к восьмерке у вас, мои дорогие зрители. Ну и что касается годности самого наполнения данного набора, то это тоже сейчас обсудим. Но для начала, ребят, хочу уделить буквально пару секунд. Первое, поблагодарить моих спонсоров за то, что они есть, спасибо вам, ребят, за то, что поддерживаете канал, в том числе и финансово, ну а всех своих зрителей хочу поблагодарить за лайки и подписки на мой канал, это существенно помогает продвигать контент. Плюс к тому, ребят, короткое объявление, я открываю новый проект, точнее запускаю новый проект, который называется GSN Games. Это новый ютуб канал от меня, помимо Зёзи, которого раньше я запустил, еще появляется вот этот проект. Если вам нравится Майнкрафт, то переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на Зёзю. Ну а если вы любитель игр вообще и считаете, что игры не ужимаются исключительно в World of Tanks, то, пожалуйста, переходите по ссылочке на новый мой проект, смотрите мое интро, это первое видео на канале, и подписывайтесь на канал, по возможности подставьте интро лайк. Спасибо вам большое за поддержку всех моих проектов, мне это безумно приятно. Ну а теперь, ребят, по поводу самого набора. 7500 это цена обычной годной восьмерки, и цена годной восьмерки порой даже в составе с какими-то дополнительными плюшками, типа легендарного внешнего вида и так далее. Здесь за 7500 положили Чиф Тейна, который не является прям супер уникальной машиной, да и я бы сказал, что тачка на любителя или совсем на того, кто в танках не сильно разбирается. Ну а что касается C28 HTC, то в следующем видео обязательно выгодим данную машину из ангара, для того, чтобы посмотреть на что она способна. Ее в свое время неплохо апнули, и ей это действительно добавило немножко бодрости. Что касается самого наборчика, то здесь положили еще два легендарных внешних вида, один непосредственно на своего Чиф Тейна. Можете надеть, и действительно смотрится очень классно, строго и со стилем здесь спорить не буду, но в целом на Чиф Тейна можно надеть и что-нибудь другое. А вот что касается HTC, то лично мое мнение, без вот этого легендарного внешнего вида, машина тусклая и что-то на нее не надень, это все равно будет не HTC. Ну вот так как-то исторически сложилось, но опять-таки это мое субъективное мнение. Что касается всего остального, разработчики не пожадничали, но стоит отметить за это им отдельная благодарочка. Они положили по 25 штук бустеров, 4 разных видов, причем эпических бустеров, а не каких-нибудь там редких, как обычно это бывает. Ну и соответственно открытое все оборудование, что по моим подсчетам где-то приблизительно 3,5 миллиона серебром экономии. Вот такой вот наборчик, и стоит он или не стоит, ребят, очень сложно ответить. Потому что для начинающего игрока, допустим, Чиф Тейн будет очень сложной машиной. Он не обладает броней, у него есть вот этот вот великолепный жбан, который сверху на башне, который выцеливается абсолютно спокойно, за какими бы укрытиями вы ни стояли. Да, есть какая-никакая прикольная приведенка по бортам самой башни, но опять-таки очень картонный корпус. В то же время стоит отметить, что машина в целом обладает неплохой подвижностью, к ней нареканий как таковых нет. Здесь у нас по двигателю все в принципе для тяжелого танка, коим заявляется Чиф Тейн, вполне себе нормально. 40 вперед, и что классно, 20 назад. Это действительно очень приятный показатель. Но что касается орудия, то здесь орудия, такое впечатление, что от какого-нибудь среднего танка 5,5 секунд, время перезарядки, ребят. И мне этого настолько достаточно, и не хотелось улучшать, что я поставил себе оборудование на дополнительный пробой, то есть на калиброванные снаряды. И благодаря этому имеют 225 единиц пробития, что тоже очень круто. Ой, простите, 226 единиц бронепробития, просто цифры очень похожи. И 225 единиц урона, что для тяжелого танка не так уж и много. Но, ребят, это тот танк, который отличается именно скорострельностью, а не разовым уроном. И об этом стоит помнить. Также стоит отметить, что довольно приятный угол склонения орудия вниз, минус 10. Который позволяет с комфортом играть на каких-то неровностях. Но играть от башни, как я уже говорил, благодаря вот этому жбану сверху практически невозможно. Что касается времени сведения разброса, это все мы действительно сейчас заценим в бою таким, какой она есть на самом деле. Но обратите внимание, что время сведения 2,7. Ну а разброс у нас 0,312. Это даже по заявленным цифрам должен быть абсолютно приемлемый показатель для тяжелого танка. Я бы сказал, что приближенный к идеалу. Также стоит отметить, что если, в принципе, вам того времени сведения, которое вы имеете, достаточно, то вы можете переключить себе на увеличенный заряд для того, чтобы плюс 30% скорости полета снаряда получить и минус 50% к падению бронепробиваемости с расстоянием. Ну и что касается, ребят, вот этого, то здесь тоже можно переключиться на сбалансированное орудие, что сделает ваш разброс еще меньше. Ну а времени сведения вам все равно, в принципе, будет достаточно. Поэтому, ребят, я лично оставляю вот в таком вот виде. И, соответственно, сейчас возьмем машинку и поедем покататься. Ну что, погнали, попытаемся потестить. Сейчас переключусь с рейтинговых на обычные бои, для того, чтобы было поспокойней. Ну и, соответственно, давайте попытаемся заценить. Итак, друзья, давайте будем заценивать, давайте будем смотреть на Чифтейна абсолютно честными глазами. Я бы так это назвал, ничего не скрывая. Чифтейн далеко не та тачка, которую стоит брать прям каждому танкисту. За себя лично скажу, что я купил Чифтейна в свое время исключительно потому, что смог его приобрести по неплохой скидке. Ну и плюс к тому, потому что у меня этой машины в коллекции не было, и мне нужен был танк для того, чтобы в случае выхода Онова на продажу, допустим, там, или в каком-нибудь ивенте, заснять видосик. В целом, Чифтейн не пользуется особой популярностью в моем ангаре. Я очень-очень редко на нем играю, чисто ради того, чтобы, там, не знаю, вспомнить, что есть такая машина, да, когда вижу ее в ангаре. И не более того, если вдруг вы в поиске себе какой-нибудь первой годной восьмерки из разряда тяжелых танков, то Чифтейн однозначно не самый лучший выбор. Чифтейн это покупка, которая совершается по нескольким причинам. Первое, по незнанию, то есть молодыми игроками, не по возрасту, а по количеству времени, проведенного в игре, которые не знают, что такое Чифтейн. Чифтейн производит впечатление типичного тяжелого танка, симпатичная внешность, по заявленным характеристикам, вроде бы все неплохо, вроде бы все классно. Но выживать на Чифтейне действительно надо уметь, и просто так на нем, как на Акуле, допустим, не поиграешь. Поэтому у Чифтейна есть огромное количество конкурентов, которые не кисло засовывают данную машину за пояс. Что касается времени сведения, что касается точности, здесь все на высоте. Здесь действительно мега круто, все просто супер, сводится очень быстро, точность очень классная. Но, ребят, если мы говорим с вами о скорострельности, если мы говорим о точности орудия, то опять-таки у него есть очень крутой конкурент в лице экшен-икса, который действительно более интересен, нежели Чифтейн. Поэтому, если вдруг вам нужен Альфач, то Чифтейн вам однозначно не подходит. Для тех, кто не знает, Альфач это тот, который за один выстрел накидывает большое количество урона. Если вам надо ДПМщик с быстрой перезарядкой, то опять-таки это не Чифтейн. Потому что, я имею ввиду как первая покупка, то это однозначно должен быть не Чифтейн в виде первого такого ДПМного танка с бешеной скорострельностью и хорошей точностью. А я бы все-таки порекомендовал подождать экшен-икса. Что же такое Чифтейн? Чифтейн это по бронированию средний танк, который пробивается всеми, не глядя. Даже если завязать сопернику глаза прямо на затылке, то он все равно, не сводясь особо, не выцеливая, будет вас попадать и будет вас пробивать. Что касается возможности танковать. Возможность танковать здесь, в принципе, как таковая отсутствует. Да, здесь есть неплохая приведенка по бортам башни, как я говорил. Но вот эта вот шляпа, назовем ее таким словом, на вашей башне сверху, она просто нивелирует полностью все, что только можно нивелировать. Но пробивают все, кому не лень, и если ты куда-то попадаешь в стычку какую-то, то выжить в этой стычке у тебя шансов практически никаких нет. Тебя тупо разбирают, как вы видите, что в верхний бронелист, что в нижний бронелист. Да, есть вот рикошет по верху башни, но это больше, чем случайность. И как вы видите, что касается вот этой вот башни сверху на башне, то вот в ней опять-таки есть отверстие. Короче говоря, выжить на Чифтейне действительно сложно. Какие плюсы по данной машине? Ну давайте будем говорить откровенно. Первый основной плюс это скорострельность орудия. Это возможность играть на дальних расстояниях, что позволяет вам не ехать в какие-то стычки с вашими соперниками. Работать по засветам. Ну и, соответственно, сюда же мы однозначно добавляем с вами точность по орудию. Она здесь действительно практически идеальная. Ну и что касается времени сведения и комфорта, в принципе, выцеливания. Все действительно на крайне высоком уровне. Что касается минусов. Ну, минус первый заключается в том, что это тяжелый танк, на котором ты вынужден играть. Что-то среднее по геймплею между ПТшкой, потому что должен находиться далеко от своих соперников. И средним танком. Потому что бронирования как такового нет. И по корпусу больше похоже как раз на средняк, только немножко раздутый. Также стоит отметить, как мне кажется, минусом по данной машине, посредственную для такой бронеподвижность. Это действительно не самый крутой танк, тяжелый в отношении подвижности с учетом уровня его бронирования и живучести. Ну, то есть, если бы в нем было чуть больше брони, то, соответственно, было бы понятно, почему такая подвижность. А при таком бронировании, почему такая подвижность, мне непонятно. Что касается нашего результата по бою. Ну, у нас здесь поражение. Я там пытался что-то сделать. Попал в стычку с тремя соперниками, что, в принципе, чревато боком однозначно. Ну, а что касается реальных возможностей Чифтейна, то будьте готовы к тому, что за бой, как правило, будете вывозить от полутора тысяч урона. Где-то до двух. Это в среднем, если все будет хорошо и ваши союзники будут рядом с вами и не будут сливаться. Что же касается максимальных возможностей тачки, то можно вывозить и по три с половиной, и по четыре тысячи урона за бой. Но для этого, как я говорил, необходимо находиться, ну, прям очень далеко от ваших соперников. Работать исключительно по засветам, работать на средних-дальних расстояниях. Ну, и, соответственно, наколачивать урона, пока ваших соперников отвлекают ваши союзники. Вот такой вот он Чифтейн и однозначно не тот танк, который стоит покупать первым или даже вторым, а, возможно, даже третьим. Но, скорее всего, где-то там совсем в конце. Для понимания того, как это происходит и произошло у меня, то вот у меня на данный момент в ангаре находится 24 премиумных тяжелых танка восьмого уровня. И вот где-то в районе 18-го танчика по счету я купил себе Чифтейна. Дальше выводы, ребят, делайте самостоятельно. Покупать или не покупать, решать исключительно вам. На всякий случай я в описании к видео положил ссылочку на абсолютно честный обзор на Чифтейна за ценом брони и сравнение с другими машинами на уровне. Ну и плюс к тому, прошу всех своих зрителей, если вам не сложно поддержать мой новый проект GSN Games, перейдите, пожалуйста, по ссылочке, посмотрите интро, поставьте ему лайк по возможности, если вам понравится. Ну и обязательно подписывайтесь на мой новый канал. Ну а любители Майнкрафта подписывайтесь на канал Зёзи, это тоже мой проект. Побежал снимать специально для вас. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Продолжение следует...